Сегодня торжественный день защиты проектов, выпускных проектов четвертого семестра Технопарка. Сегодня у нас много команд, 10 команд, которые будут показывать реализацию своих идей, рассказывать о том, почему они придумали тот или иной проект, что у них из этого получилось. Ну и, конечно же, традиционно, начиная с того, что я представлю жюри, сегодня у нас, я думаю, что Дима подойдет, и будет как раз 8 строгих жюрий, которые будут оценивать команды и выносить вердикт, кто же все-таки у нас сегодня получит диплом. Заместитель декана факультета МК МГУ. Андрей Викторович Пролетарский, декан факультета ИУ МГУ. Ольга Филатова, вице-президент по персоналу и образовательных проектов. Владимир Габрилиан, вице-президент технических дирекций. Александр Горный, директор по информационным технологиям. Василий Магурян, директор игрового направления. И Андрей Калинин, руководитель проекта «Поиск». Итак, давайте начинать. И сегодня у нас первая яркая команда, которая откроет защиту проектов, представит необычный проект. Это яркий экран. Приглашаю команду «Эскейп». На протяжении многих лет игры становятся все реалистичней. Если раньше мы наблюдали всего лишь за несколькими движущимися пикселями на экране, то сегодня это уже настоящие трехмерные миры, порой трудно отличимые от реальности. Сегодня мы можем полностью погрузиться в игру и помочь в этом может виртуальная реальность. Пройдет не так много времени, и устройство виртуальной реальности станет для нас так же привычной, как, например, мобильные телефоны. Списки отраслей, которые уже используют VR и AR, медицина, образование, кино и многие другие. По прогнозам экспертов, ежегодный рост продаж VR-устройств будет составлять 50%. Все это еще раз доказывает, что VR – технология будущего. Например, Unbreakable VR Runner – раннер с препятствиями. Но в нем необходимы дополнительные устройства для смены дорожек, различные стики и контроллеры. Нам же они не нужны. Существуют и мультиплеерные VR-игры, но в большинстве из них игрокам предлагается сражаться друг против друга. При этом кооперативных игр – единицы. Также некоторые эксперты выражают опасения, что с развитием виртуальной реальности люди все больше будут проводить время в виртуальных мирах вместо того, чтобы общаться с друзьями. Мы же предлагаем пройти игру вместе, находясь в виртуальной реальности вместе с товарищем. Итак, наши основные преимущества – это совместное прохождение игры и то, что нам не требуется никаких дополнительных устройств, кроме самых простых очков виртуальной реальности. Знакомьтесь, Паша и Шома. Два обычных студента, которые увлекаются видеоиграми. И, конечно, они сыграли в нашу игру. Паша надевает очки и оказывается в лабиринте. Поначалу все кажется просто, и лабиринт простой, но шаг за шагом, и он начинает понимать, что без помощи Шома ему не обойтись. А у Шома есть 2D-клиент, и он видит весь лабиринт сверху и, давая указания, помогает своему партнеру пройти нашу игру. Проект наш написан на Unity. Это очень популярный движок сейчас. Думаю, многие про него слышали. У нас есть 2D-клиент и 3D-клиент, которые как раз представляют виртуальную реальность. А соединяются между собой они с помощью сокетов. Но про это вам лучше расскажет Андрей. И после этого с команды 2D-устройства начинается игра. Во время реализации проекта мы сделали несколько вариантов игрового управления. Самый первый из них предполагал реальные физические действия. Для прыжка прыгнуть, для шага шагнуть. Но он оказался несколько неточным. И мы реализовали способ, где управлять нужно наклонами головы. Этот способ оказался неинтуитивно понятным пользователям. И поэтому мы остановились на способе, где нужно бежать туда, куда ты смотришь. Теперь я передаю слово Дмитрию. Игры в виртуальной реальности очень требовательны к ресурсам. А на мобильных платформах с ресурсами как раз проблема. Поэтому нам пришлось прибегать к нескольким оптимизациям. Про самые интересные дни я вам сейчас расскажу. Представьте, что игрок смотрит на вот эту серую живописную стену, которая показана на слайде. Казалось бы, нарисовали эту стену и все. На самом деле это не так. Нам приходится рисовать весь уровень только для того, чтобы потом зарисовать его этой стеной. То есть мы тратим ресурсы, которых мало, на графику, которую никто не увидит. Естественно, с этим надо что-то делать. И мы применили оптимизацию, которая называется Occlusion Culling. Смысл в том, что мы заранее просчитываем на уровне, что откуда видно. И тогда в рантайме мы уже рисуем только эту самую стену, как видно на слайде внизу. И это позволило нам повысить FB в игре. Когда мы составляли наш первый уровень, это заняло очень много времени. Мы каждый объект вручную выставляли, рисовали каждую линию. Стало понятно, что нужна какая-то гибкая система. И мы создали систему уровней, которая состоит из level creator с графическим интерфейсом, который сохраняет наши уровни в JSON. И потом на 3D и 2D клиенте они составляются из 2D и 3D сегментов. И в эти сегменты легко вносить изменения. Но про это вам лучше расскажет Максим. Мы улучшали нашу игру и получили хороший внешний вид. 2D клиент представляет собой просто лабиринт, на котором отважена сам лабиринт и текущее положение игрока, которое мы получаем от 3D клиента. Про UI расскажет Саша. Тогда мы решили добавить режим синглплеера. Но тут возник вопрос, а как игроку в очках запускать игру? Ведь в мультиплеерном режиме это делает 2D клиент. Тогда мы решили, что самым простым будет управление движениями головой вверх при старте и вниз при старте. Соответственно, также мы улучшили интерфейс, что позволяет легко и просто подключаться вдвоем игрокам. Всем привет! Меня зовут Саша и сегодня я вам расскажу про проект Сусанин. Сусанин – это локальный гид по Санкт-Петербургу. С давних времен люди путешествовали. Сначала это были кочевники, потом первооткрыватели. Но континенты быстро кончились, время шло, и путешествия стали доступным средством времяпрепровождения для каждого из нас. Санкт-Петербург является одним из самых популярных туристических направлений. Количество туристов растет. Но при этом каждый третий путешественник задается вопросом, как спланировать свою поездку. Путешественники с опытом привлекают к этому вопросу своих друзей в социальных сетях. Те, кто попроще несут приличные деньги в турагентстве, получают банальные рекомендации. Ну и естественно, всегда остается проверенный, надежный дедовский метод. По прогулке по каналам отправляемся через 15 минут. Мы изучили этот вопрос, проанализировали все возможные решения. И так родился Сусанин. Сусанин – это независимый субъективный путеводитель по Санкт-Петербургу. При его создании не ставилась цель найти самые открыточные виды северной столицы или охватить все самые возможные места. Основным критерием отбора был поиск интересных мест. Мест, куда может завести только коренной Сусанин. Это бумажная версия проекта. Ее разработала группа локальных экспертов совместно с социальной сетью «Одноклассники». В рамках дипломного проекта в технопарке я занимался созданием онлайн-версии Сусанина. Чем же он может помочь путешественнику? С помощью Сусанина вы можете изучить более 70 локальных ценностей Петербурга, начиная от Таврического сада и заканчивая барами на Рубенштейна. Также вы всегда можете сгенерировать невероятно интересный маршрут, который основывается на множестве факторов. Например, времени. Что посмотреть в ожидании Сапсана? Вашего местоположения, ближайший ресторан на Петроградке и, естественно, ваших интересов – шаверма или фалафель. Выбор всегда за вами. Помимо динамической генерации маршрута, пользователь может выбрать один из готовых маршрутов. К их созданию проложили руки автора этого проекта. Теперь давайте посмотрим на техническую составляющую проекта. На данном слайде вы видите архитектуру. На бэкэнде используется микросервисная архитектура. Ядро написано на языке GoLang. И также есть рекомендательный сервис, написанный на языке Python. В качестве базы данных была выбрана MySQL. И хотел бы отметить взаимодействие с Open Source Routing Machine. Это Open Source движок, который позволяет строить маршруты. Каждый из этих сервисов работает внутри контейнера. Средством контейнеризации был выбран Docker, как наиболее простое и эффективное решение на рынке. На фронтенде используется в качестве основного JavaScript framework – это Angular. с дополнением Angular Material, благодаря чему Сусанин работает круто, как на мобильных платформах, на планшетах и персональных компьютерах. Из интересных библиотек я бы отметил LeaFlet. Библиотека, с помощью которой получилось получить полный контроль над картой. Добавить объекты, отобразить маршрут. Легко. И еще использовалась библиотека MapZen. Благодаря ней получились такие клевые дизайнерские карты. Из интересных алгоритмических решений я хотел бы рассказать про коллаборативную фильтрацию. Она используется внутри рекомендательного сервиса, и благодаря этому пользователь получает не просто случайный набор мест, а заранее созданную выборку, основанную на его интересах. Чтобы понять, как это работает, давайте взглянем на картинку. Допустим, пользователю номер один нравится бургерный, китайский ресторан и пиццерия. Пользователю номер два нравится бургерный, китайский ресторан. И когда в систему попадает пользователь под номером три, и мы знаем, что ему нравится только китайский ресторан, с большой долей вероятности мы можем предложить ему бургерную, потому что его интересы похожи на интересы первых двух пользователей. Эта система хорошо работает при большом количестве юзеров, но откуда же их взять начинающему стартапу? Эта проблема была решена с помощью Bostware. В итоге, в начале работы рекомендательный сервис имеет в своем распоряжении тысячи пользователей и более 10 тысяч рекомендаций. В конце мне хотелось бы сказать спасибо Антону Данилову, это автор и идеолог проекта «Сусанин». Антон всегда был готов помочь и ответить на самые любые вопросы. И спасибо проекту «Технопарк». Без вас бы этого ничего не было. Вы крутые, продолжайте в том же духе. Спасибо за внимание. Пользуйтесь приложением «Сусанин», ведь «Сусанин» позволит отдохнуть в Петербурге так, как мы любим. Всем привет! Мы представляем проект «Футман». «Футман» поможет вам провести любой футбольный любительский турнир на самом профессиональном уровне. В официальных любительских лигах России проводятся более 5000 матчей каждую неделю, а почитать количество игр в неофициальных, школьных, студенческих лигах просто невозможно. Для профессиональных лиг созданы все условия – прямые трансляции, онлайн-результаты, удобные с удействием матчей. Для остальных же это недоступно. Вот, например, в чемпионате МГТУ недавно прошел центральный матч между командами «Карась» и «Юнайт». Из-за холодов болельщиков было мало, но результат интересовал всех. Я заболел и не смог приехать на стадион. Хотелось бы следить за результатами матча онлайн так, как это сделано на сайте чемпионат.ком для профессиональных команд. Но, к сожалению, для любительских команд такого нет. А я судья, и мне приходилось бегать по полю с листочком и ручкой, чтобы зафиксировать, кто забил гол, а кто получил желтую карточку. Да, есть приложения на смартфоны, но они автономные. И каждому суде пришлось бы вручную вносить информацию о 16 командах, о 100, о 50 игроках. Кроме того, отчет оставался бы на телефоне. А как же им делиться? Конечно, на рынке существуют решения, которые облегчают работу организатора. Но после матча каждому организатору нужно заполнить все поля и внести все данные об этом матче, и болельщик узнает о результате только через несколько дней. Мы же предлагаем профессиональный подход к проведению любительских турниров. Это облегчает работу и организаторов, и судей, и это также удобно болельщикам. Мы взяли все самое лучшее, что предлагается для любительских турниров, объединили это с возможностями для профессиональных команд. И это заработало. Наша платформа позволяет создавать федерации, турниры, команды и матчи, назначать судьи на эти матчи, а судьям судить их. Капитаны могут подтверждать участие игроков в матче. Болельщики могут следить за детственными трансляциями и оставлять комментарии под матчами. А организаторы могут проводить прямые видеотрансляции. А вот так вот выглядит архитектура Футмана. Android-приложение мобильный судья и Frontend общаются с бэкэнда при помощи Джейсона. А про прямые видеотрансляции я расскажу попозже. Приложение написано на языке Java. Для авторизации используется ВКонтакте, и для этого мы выбрали ВК и СДК, которая облегчает интеграцию. А так как с сервером мы общаемся посредством Джейсона, выбрали библиотеку Джейсон, которая позволяет с легкостью конвертировать Java-объекты в Джейсон и наоборот. Для HTTP-запросов использовалась библиотека Retrofit 2, которая работает совместно с OKHTTP, являющаяся HTTP-клиентом, решающая множество вопросов в соединении. А вот так выглядит бэкэнда. Мы использовали язык Node.js, и чтобы вы видели онлайн-результаты без перезагрузки страницы, мы использовали веб-сокеты. В качестве веб-приморка мы выбрали экспресс, а для авторизации паспорт. Все основные данные хранятся в нереволюционной базе MongoDB, по сессии в Redis. Клиенте у нас React и Redux. Redux реализует архитектуру Flux, предложенную Facebook. React роутер использовался для маршрутизации. Помимо этого использовалась библиотечка Materialize, предоставляющая шаблоны для Material Design. Так вот выглядит видеотрансляции. Приложение на смартфоне захватывает изображение с камерой и по протоколу RTMP посылает данные на медиасервер. В качестве медиасервера у нас выступает модуль Nginx, Nginx RTMP, который по запросу пользователя либо в формате HLS, либо в формате RTMP отдает это видео пользователю, в зависимости от типа устройства, на котором этот пользователь сидит. Федерации могут использовать прямой эфир для трансляции матчей, либо для трансляции жеребьевок. В общем, что им придет в голову, так они и могут это использовать. Хотелось бы сказать, что мы решили опробовать нашу платформу на одном из реальных матчей чемпионата в ГТУ. Судейство прошло без боев, а за трансляцией наблюдало 112 человек из 304 человек нашего сообщества, что примерно 37%. Когда после матча я проходил мимо раздевалки одной из команд, то я услышал, как один из игроков сказал, «Ребята, я опаздывал на матч, но когда я ехал в метро на сайте Футмана, я следил за тем, как вы играете». И тогда я понял, что мы не зря работали несколько месяцев. Спасибо за внимание. Всем привет! Мы команда Caps Labs, и мы представляем наш проект «Акцион». С одной стороны, мы поможем рестораторам увеличить эффективность проводимых их промо-акций, а с другой, даже студенты смогут обедать и ужинать в классных ресторанах, не выходя за рамки стипендий. Наверняка каждый из вас пользовался ресторанными скидками и акциями, но порой их поезд занимает слишком много времени. Да и потом, когда необходимая акция уже нашлась, может оказаться так, что она находится вообще на другом конце города, и мы просто не хотим туда ехать. Используя наше приложение, пользователи найдут в ленте, отсортированные по геолокации, те акции, которые расположены в шаговой доступности. Но наш сервис полезен не только посетителям, он также важен и рестораторам. Ведь им очень важно, чтобы об их акциях знал как можно больше людей. Поэтому они обычно выкладывают их на своем сайте или раздают флайеры метро. Используя наш сервис, они найдут новых клиентов и сохранят старых. Знакомьтесь, это Аркадий. Он недавно открыл свой паб в Смитспаб, который нуждается в новых посетителях. Для этого он проводит акции. Он просто заходит в личный кабинет, заводит данные об этих акциях, и с этого момента их видят все. А это Иван, любитель вкусно поесть и попить, а также из ума от различного рода акций. Но он не хочет ехать за ними на другой конец города. Он открывает наше приложение, видит ленту акций, которая проводится совсем рядом с ним, и участвует в том, что ему нравится. Давайте посмотрим, как это происходит. Соответственно, пользователь выбирает интересующую его акцию, заходит в нее, далее берет QR-код акции и показывает этот QR-код официанту. После этого официант сканирует QR-код, и пользователю приходит пуш-оведомление с предложением оценить акцию. От оценки, которую поставит пользователь, зависит рейтинг акции, чем выше рейтинг, тем выше акция в списке. Но для пользователя тоже есть бонус. Чем больше оценок он поставит, тем лучше будут рекомендации от системы. Ведь, используя коллаборативные фильтрации, мы предложим ему то, что нужно именно ему. Акцион реализован в двух версиях. Это мобильное приложение на Android для обычных посетителей ресторанов и веб-сайт для рестораторов, с помощью которого они создают и редактируют свои акции, а также просматривают оценки и отзывы. Архитектура приложения. Запросы с Android и с веб-клиента идут через James на основной веб-сервер, написанный на Python с помощью Django. Основное хранилище данных – это MySQL. Также мы реализовали сервер отложенных задач, основанный на Селлари, который занимается такими задачами, как отправка email писем и подсчет рекомендаций. Соединяется он с основным веб-сервером посредством in-memory базы данных Redis. Основной технологической сложностью нашего проекта является система рекомендаций. Она основана на алгоритме коллаборативной фильтрации. Пользователи после посещения акции оставляют оценки. По этим оценкам можно определить так называемую схожесть пользователей и основываясь на этой схожести составлять рекомендации. Например, я посетил три акции и оставил оценки от них. Константин посетил две акции и наши оценки с ним совпали. Таким образом алгоритм поймет, что я и Константин обладаем одинаковыми вкусами и предложит ему ту самую акцию, которая понравилась мне, но которую еще не посетил Константин. Она с большой вероятностью ему понравилась. Вычислением рекомендаций занимается сервер отложенных задач раз в определенное время в фоновом режиме. Тем самым веб-сервер не участвует в вычислении рекомендаций, а работает с готовыми данными, что существенно увеличивает производительность веб-сервер. Для простого получения акций и обратной связи мы использовали QR-коды и пуш-уведомления. QR-код генерируется отдельно для каждой акции, уникально. И после сканирования QR-кода улетает пуш-уведомление с предложением оценить эту акцию. Также у нас была сложность при отображении акций на карте, ведь в ресторане или в другом заведении их может быть несколько. Поэтому мы погружаем массив ресторанов и заведений сложным в список проводимых в них акций. Для отображения этого списка мы используем bottom behavior. также мы использовали констеризацию маркеров, чтобы организации не накладывались друг на друга, а соединялись цифрами. Ну и в заключение мы хотим сказать о партнерах. У нас уже есть один реальный партнер, он выложил свои акции, и вы уже можете воспользоваться ими, скачав приложение Google Play. Также мы находимся в состоянии переговоров еще с тремя ресторанами. Наша команда находится... Наша команда на протяжении трех семестров уже в том же составе. За это время мы узнали свои сильные стороны и потянули слабые. Это позволяет нам эффективно распределять задачи внутри команды и добиваться поставленных целей. Привет! Мы команда Wine Match. Наш продукт помогает подобрать вино, которое точно вам понравится. Скажите, вы хотели бы провести полвечера в компании скучного сомелье с его незнакомыми фразами над минным выражением? Зачем? Приведите время лучше в компании приятной девушке или молодого человека, а выбор вина оставьте Wine Match. Мы не фильтры. Мы подбираем вино, основываясь на вкусовых предпочтениях. Мы не сомелье. Мы не осудим вас за незнание значения слова «труар». Мы подбираем вкусное вино, которое точно вам понравится. Примерно 60% мусульян пьют вино. Мы произвели собственное исследование и выяснили, что люди выбирают вино именно по вкусу. Для них мы и создали наш проект. Нашего пользователя зовут Ольга. Ей 27, она закончила лыжку. Ольга любит вино, но не настолько, чтобы разобраться в нем самостоятельно. В этом мы ей поможем. Для того, чтобы реализовать подбор вина, мы разделили наш сервис на два компонента. Это юзер-интерфейс и рекомендательная система. Юзер-интерфейс представляет из себя сайт, который вы только что видели, позволяющий пройти опрос, получить рекомендации в винох, добавить понравившиеся вино, выбранные, а также перейти на сайт магазина «Партнер». Подробнее о рекомендательной системе и о том, каким образом она передает вопросы для юзер-интерфейса расскажет Ольга. Когда мы планировали нашу архитектуру, то была идея вынести РФ в отдельный модуль. Поэтому я написала API, которая помогает общаться юзер-интерфейсу и рекомендательной системе. Сама рекомендательная система состоит из двух частей. Первая из них реализует жесткую фильтрацию, позволяя пользователю варьировать такие параметры, как цена, выдержка, сладость и цвет. А в второй части сейчас вам расскажет на... Передо мной стояла задача связать текстовое описание вина и вкусовые предпочтения пользователя. В этом мне помогли алгоритмы обработки текстов, а также сторонние API-словарей. В итоге получившиеся фичи я прогнала через алгоритмы кластеризации, как Каминс, Детаскан. Однако ни один из них не дало нормального результата. И поэтому я создала свою собственную модель, основанную на графах. Используя эту модель, мы получаем следующий вопрос, который задаем пользователю. И все для того, чтобы подобрать для вас идеальную вину. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Всем привет. Мы команда «Забей стрелку». Мы представляем одноименный проект, который позволяет организовывать спортивные события, а также принимать участие в уже организованных. Друзья, давайте совершим небольшое путешествие во времени и перенесемся примерно лет на 60 назад. Где-то здесь, в районе метро-аэропорт, был такой двор. Там всегда было много детей, которые могли играть в любые активные игры. Им не нужны были крутые спортивные площадки. А вот так выглядит типичный московский двор сегодня. И это происходит не потому, что людям неинтересно заниматься спортом. Ведь лишь в Москве насчитываются тысячи различных спортивных секций. Мы считаем, что это происходит потому, что людям очень сложно организовывать спортивные события и находить единомышленников. Сейчас они решают эту проблему в основном посредством различных соцсетей и мессенджеров. Но здесь есть несколько проблем. Во-первых, соцсети и мессенджеры очень часто не учитывают геолокацию пользователя. А когда нужно найти единомышленников поблизости, это очень важно. И во-вторых, соцсети и мессенджеры предназначены в первую очередь для общения. И организовывать мероприятия в них нифига удобно, потому что не хватает функционала. Также мы нашли в Play Market приложение Wizmin, которое позволяет создавать события на карте, но оно не предназначено для спортивных мероприятий, и спортсменам в нем неинтересно. В качестве фронтенд-сервера я использую Nginx для отдачи статики для лендинга нашего приложения. Также для плансировки и практики запросов настоящих пользователей скала-сервера. В качестве базы данных мы используем MySQL. У нас есть две базы данных, одна основная, вторая запасная, в которой репетируются данные. Для доступа к авторизованным данным пользователей мы используем Redis. У нас есть два сервера Redis, один основной, второй запасной, в которой репетируются данные. В качестве основного языка программирования мы выбрали язык скала. Выбор был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, мы хотели попробовать что-нибудь новенькое, и во-вторых, один из преподавателей технопарка очень рекомендовал нам попробовать именно этот язык программирования. И мы действительно не пожалели о своем выборе, мы получили очень много полезного опыта в разрабатывании на нем. Также мы используем фреймворк Spray, который предоставляет множество полезных фич от удобного роутинга до простой сериализации данных. Фреймворк Spray основан на фреймворке ACA. ACA предоставляет такую абстракцию, как акторы, которые ничего не знают друг о друге и взаимодействуют друг с другом на основе системы сообщений. Таким образом, нам очень легко было разрабатывать, вести параллельную разработку. Также планировщик задач работает у нас на основе ACA. В частности, мы рассылаем пуш-уведомления пользователям через этот планировщик, используя FireCloud Messenger Service. И в качестве ORM с UPD мы используем Sleek. Она предоставляет удобный доступ к данным. Бизнес-логик CoatView, поэтому мы решили использовать архитектуру MVP. Это позволило нам упростить процесс разработки, поскольку мы могли использовать фейковые реализации модели, пока мои коллеги разрабатывают в северной IP. А также мы потенциально можем покрыть всю нашу бизнес-логику юнит-тестами, тем самым сделав наш код менее связанным. Теперь поговорим об используемых технологиях в наших приложениях. В Технопарке мы изучили несколько языков и интересных приморков, но главное то, что мы научились изучать что-то новое и применять это на практике. Поэтому все приложение написано с использованием языка Kotlin. для разрешения зависимости между компонентами мы используем Dagger 2. Сетевой запрос у нас выполняется с помощью Retrofit. Мы используем Android Data Binding для того, чтобы более просто взаимодействовать с U-компонентами. Для выполнения асинхронных задач мы используем ElexJava. Для загрузки изображений, кэширования и их трансформации мы применяем библиотеку Glide. Поговорим о внешних сервисах. Для работы с картами мы используем Яндекс.Апи для поиска адресов. Для рассылки и нотификации мы используем Google FCM. Для мониторика за нашим приложением мы используем сервис Фабрик. Также мы сделали интеграцию с основными социальными сетями. Здесь пример Фабрика. В данном случае мы имеем более 30 пользователей нашего приложения. А также мы ведем аналитику по приложению. В данном случае мы смотрим через какие социальные сети люди заходят в наше приложение. Для начала мы заходим в приложение и нам необходимо авторизоваться. Сделаем это через Facebook. Мы зашли на карту и видим, что здесь есть на которые события. Мы хотим создать свое событие. события, да, стрелка почему-то плохо создается. Мы можем посмотреть события, а также если мы захотим поискать события мы можем сделать поиск. В данном случае мы нашли события коньков и мы видим то, что мы в 14 километрах находимся от нас. Это далеко, нам это не подходит. Поэтому давайте создадим что-нибудь поблизости рядом с нами. А рядом с нами есть ледовая арена ЦСКА, поэтому давайте создадим события коньков рядом с ней. Назовем ее покатушки на коньках. из порта коньки. Пусть у нас будет 6 человек. А также мы напишем то, что мы встречаемся в уходах. Также мы можем добавить шабоны и сами присоединиться к этому событию. После того, как мы покатаемся на коньках, вам возможно захочется пить кофе. добавим задачу термосковь. Также возможно нам захочется перекусить, поэтому мы бы хотели взять с собой пирожки. Создаем событие и в это событие я бы хотел пригласить своего товарища. Я могу поделиться ссылкой и сделаю это через век. Итак, всем привет! Мы команда Rush и сегодня мы представим вам наш проект. Это мобильный сервис для путешественников. Я думаю, всем известно, что качественно спланировать поездку это не легче, чем собрать чемодан. Всегда что-нибудь забудешь и даже куча различных сервисов вам в этом не поможет. Представьте, что вы едете в Нижний Новгород на пару дней. Поисковый запрос по этому городу покажет вам большой список мест, из которого вам придется выбирать. Однако основная проблема в том, что часто по фотографиям этих мест вы не можете понять, насколько оно интересно именно вам. Если же вы все-таки определились с местами, то много сил может уйти на то, чтобы построить оптимальный маршрут между ними. Наш сервис берет всю эту рутинную работу на себя и сам планирует вам поездку. Помимо нас, эту проблему пытаются решить и другие сервисы. Один из самых популярных это сервис Google Trips. Однако у нас есть два ключевых преимущества. Первое это то, что мы не предлагаем готовые шаблоны поездок, а строим индивидуальные маршруты для каждого пользователя, основываясь на его интересах. Второе преимущество это то, что мы поездки пытаемся сделать максимально оптимизированными по времени и расстоянию. Наш сервис позволяет построить поездку в три простых шага. В первую очередь мы выбираем город, в который мы планируем отдохнуть. Мы проанализировали российские города и выяснили, что детами проработали каждый город и достопримечательность для того, чтобы они были наиболее интересны российской аудиторией и для российского внутреннего туризма. После того, как мы выбрали город, нам предлагается выбрать дату начала поездки, ее продолжительность. В конце, последним шагом, мы выбираем то, что нам интересно. Сервис предлагает нам 18 ключевых категорий тегов, которые мы выбрали при анализе российских городов. После выбора интересов нам строится поездка на каждый выбранный нами день, в зависимости от того, какой выбрали тег. Соответственно, если мы выбрали, например, прогулку, то поездка будет максимально наполнена пешеходными дорожками, красивыми улицами и парками, расположенными в межшей доступности друг от друга. А теперь давайте поговорим о внутренней реализации нашего проекта. Итак, структуру проекта вы можете видеть на данном слайде. Меня зовут Рогозский Александр, я бикенд-разработчик в нашей команде. Моей задачей было продумать сервисную орхиатуру нашего сервиса, реализовать отмитие мобильного приложения и поддерживать оптайм нашего приложения постоянно. Входной точкой приложения является балансировщик нагрузки, в качестве которого у нас работает сервер Injunx. Он проксирует запросы, которые поступают на наши бэкэнды посредством метода ListConnections. На бэкэндах у нас работает приложение, написанное Python, с использованием фреймворка Django. Я использовал также Django REST Framework. Это оказался очень удобный фреймворк для построения API-приложения. Перед само приложение работает на сервере UVGI. Выкладка у нас происходит посредством докера. Также для охранения данных мы используем базу Bassgres и Redis как сервис для акаширования запросов и результатов вычислений. Также в моей обязанности входило написание интеграционных тестов, чтобы тестировать логику взаимодействия наших компонентов, таких как API, ядро и база данных. И вот о ядре как раз вам подробнее расскажет Александр Удалов. В команде я также являлся букет-разработчиком и как уже сказали я разрабатывал ядро. Собственно ECI представляет Python Package и выполняет решение одни из главных задач нашего проекта. То есть подбор мест по интересам пользователя, составление маршрута и также его дальнейшая оптимизация. В процессе разработки стала проблема выбора собственно этого алгоритма оптимизации. И проанализировав все готовые решения я остановился на идентичном алгоритме, который наиболее эффективно решает задачи в нашем проекте. В проекте я занимался разработкой андроид-клиента и для архитектуры нашего приложения был выбран такой паттерн как Clean Architecture. Я разбил приложение на три слоя. Это слой данных, слой бизнес-логики и слой презентации. Точнее слой отображения. Каждый из этих слоев инкарсулирует свою часть работы и обращается к другим по мере необходимости. Такая архитектура позволила облегчить расширение проекта и добавление нового функционала. Приложение написано на языке кодов компании JetBrains, так как этот язык более лаконичный, чем стандартное средство Java и на нем за счет его использования сократилось количество кода. Также для создания асинхронных сетевых запросов к серверам, к нашему серверу и соцсетям использовалась связка библиотек XJava и Retrofit и это помогло избавиться от такой частой проблемы андроид-разработчиков, как большая вложность коллбеков. Для кэширования и хранения информации использовалась ноуспель баз данных Realm, которая проста в использовании, быстрая и тоже она позволила сократить время разработку уровня данных. В команде я занимался проектированием интерфейсов и административными задачами. Чтобы людям было максимально удобно пользоваться нашим приложением, я тщательно проработал все экраны и разработал фирменный стиль. Интерфейс нашего приложения выполнен в привычном для пользователей Android материал-дизайне, что упрощает работу с ним. Что касается административной части, наш проект хранится в репозитории на GitLab, которая обеспечивает нас встроенным Continuous Integration а также в приватном Docker Registry. Таким образом, после коммита в мастер у нас выполняется прогон тестов. В случае успеха собираются Docker образы и отправляются на приватный Docker Registry, откуда они автоматически попадают на development и production окружение. В случае провала тестов оповещаются разработчики, и мы быстро исправляем баги. Итак, с вами была команда Rush. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Мы команда, разрабатывающая инструмент для проведения маркетинговых опросов в социальных сетях. Сегодня социальные сети практически захватили весь мир. Каждый из нас зарегистрирован в одно и двух, а то и более. И было бы просто глупо не использовать данную возможность для выявления общественных мнений. И многие компании рассматривают пользователей социальных сетей как отличную базу для проведения социологических исследований. И вот такой инструмент для компании Mail.ru разрабатываем именно мы. Сейчас мы сосредоточены именно на социальной сети ВКонтакте, но архитектура нашего приложения подразумевает легкую интеграцию с различными социальными сетями, а также мобильными платформами. Наши менеджеры поставили перед нами следующие задачи. Иметь возможность создавать и проходить опросы различной сложности. Также сегментировать аудиторию с помощью специальных базовых опросов. Также делать выгрузки в специальном удобном для компании формате. А также реализовать способ мотивации пользователя, а именно начисление баллов, которые будут обмениваться на валюту внутри социальной сети. Что же подразумевается под созданием и проведением опросов любой сложности? Вот здесь мы видим довольно сложный опрос со множеством обетвлений, количеством вариантов прохода и множеством концовок. Также мы видим, что некоторые вопросы повторяются или имеют общее логическое значение, но отличаются немного по контенту. Как мы решили их проводить? Мы вычленили все уникальные вопросы и связали их между собой правилами перехода. Таким образом, каждый последующий вопрос у нас зависит от ответов на предыдущие вопросы. На бэкэнде мы используем технологии, которые широко распространены в нашем отделе. Это язык Python и фреймворк Django. Также в качестве базы данных мы используем MySQL. На фронтенде мы используем стек React Redux, который позволяет писать легко тестируемый и легко масштабируемый код. Также наше приложение тесно интегрировано социальной сетью и общается с ней по безопасному HTTPS протоколу. А теперь расскажу о том, какие роли выполнял каждый член нашей команды в нашем проекте. Меня зовут Паша, я занимался бэкэнтер-зработкой. Моей главной задачей было создать интерфейс администратора, в котором можно управлять уже существующими опросами, делать различные выгрузки, а также добавлять новые опросы. Также в данном интерфейсе есть возможность в реальном времени смотреть распределение прошедших людей по полу, возрасту и региону, что можно рассматривать как дополнительный функционал к базовой основной выгрузке. Также я взял на себя роль администрирования и настроил тестовые сервер для разработки. Но бэкэндом я занимался не один, вместе со стасами. Мои ключевые задачи были, во-первых, разработать форматы самих опросов и правил, которые связывают вопросы друг с другом. Далее я реализовал загрузчики для них и алгоритмы, которые подбирают вопрос в зависимости от полученных ответов на предыдущие. Также я написал выгрузку результатов в цсм-формате в удобном для обработки виде. и реализовывал множество контролов кастомных для различных вариантов вопросов на стороне бэкэнда. Я создал множество различных компонентов системы, я отвечал за архитектуру и инфраструктуру проекта, написал библиотеку, которая позволяет преобразовать библикод, размер кувря, а также небольшой сервер на Node.js, с помощью которого мы с легкостью можем тестировать любой наш фронтенд. естественно мы не ограничивались решением только собственных задач, мы команда и поэтому некоторые вопросы решали вместе. Вместе с нами была продумана архитектура базы данных для хранения опросов различных типов, а также продумано взаимодействие бэкэнда и фронтенда. Мы также приобрели большой опыт работы в большой компании. У нас были заказчики, с которыми мы провели очень много встреч, где согласовали требования, составляли ТЗ и носили коррективы в наш проект. Также у нас был опыт работы с другими отделами, такими как РБ и ВКонтакте, с которыми мы консультировались и решали вопросы по дипло нашего проекта на продакшн и внедрению нашего приложения в инфраструктуру ВКонтакте. Создан ряд опросов, причем часть из них от настоящих наших партнеров коммерческих. Приложения находятся на этапе пре-продакшена. Дальнейшие наши планы входят в расширение функционала, мобильные версии опросов и интеграция с другими социальными сетями. Наше приложение называется Magic Backpack. Для получения доступа к всему функционалу нужно авторизоваться. Можно авторизоваться как через аккаунт в нашем сервисе, так и через социальные сети, например, ВКонтакте. Основным функционалом является воспроизведение аудиозаписей на рюкзачке, но перед этим нужно установить соединение между мобильным клиентом и платой. На экране поиска устройств мы видим все близлежащие рюкзачки. Наш называется HC05. Инициируем подключение. Сразу после успешного соединения мы получим список всех аудиофайлов, содержащихся на плате. Все файлы распределены по четырем категориям. Колыбельные, советы, ролевые и обычные сказки. Давайте воспроизведем сказку Ленинг. Любую сказку можно поставить на паузу, а также при желании, если она вам надоела, удалить. Давайте представим такую ситуацию. Ребенок категорически не хочет идти спать, потому что вы только что удалили его любимую сказку. И вам на помощь придет совет от рюкзачка. Зайдем в категорию помощи. К сожалению, на данный момент реплики отсутствуют, и их надо скачать с облачного хранилища. Давайте проверим, в какой сети Wi-Fi подключен Мишка. С первого раза найти нужную сеть мы не смогли. Повторим попытку. Отлично. Рюкзак нашел знакомую Wi-Fi сеть и автоматически подключился к ней. Вернемся в каталог, выберем категорию помощь и скачаем реплику «Пойдем спать». Давайте сразу запустим ее. Превосходно. Ребенок в кровати и кажется самое время включить ему колыбельную на ночь. Ребенок может засыпать достаточно долго и нет смысла все это время держать приложение открытым. Давайте закроем его. Когда же ребенок заснет, мы можем вернуться в наше приложение подсоединиться к нашему устройству и в боковом меню увидеть аудиозапись воспроизводящуюся в данный момент времени. Поставим ее на паузу. Также мы развили идею сказок и добавили ролевые сказки. Такие интерактивные сказки делятся по частям, каждая из которых имеет свою роль, свой текст и свою аудиозапись, что позволяет конечному пользователю выбрать, кто будет читать ту или иную часть в разный момент времени. Например, сам Мишка. Волк трогает подглавливающую словами вверх вверх а какой вверх вверх или сам пользователь. А какой волк в конце побеждает. В данном функционале мы добавили закладки, которые позволят пользователю не забыть, на какой части он остановился. Более того, наше приложение имеет функционал будильника. Но не будем больше терять времени и отдадим наше приложение членам жюри. Прошу команды тоже присесть, чтобы можно было обсудить результат и дать фидбэк. Все потянулись для того, чтобы узнать все-таки защитились ли сегодня все команды и кто же стал лучшим среди всех, кто выступал сегодня. Итак, хотела прежде всего всех поздравить сегодня у нас традиционно. Я этому очень рада. Защитились все команды и давайте вырубим покажем. Ну, у нас есть три лидера, которых я хотела бы дополнительно объявить. Первое это Мишки. Поздравляю вас с первой матчей. Второе это Вайл Матч. Поздравляю с долгустой на втором матче. И третье это Виан. Виан. Сейчас хотел бы передать слово жюри буквально по пару слов сказать тоже свой фидбэк. Пару слов о том, что я сегодня видел, слышал, даже не знаю, с чего начать. С хорошего или с плохого? Хорошо, просто с плохого. Сегодня первый раз, ну, когда была защита, мне в некоторых частях ее было скучно. Скучно, потому что идеи, которые вы делали, они банальны. Идеи, которые вы делали, они вторичны, и вы на этом точно никогда не заработаете. хорошее заключается в том, что, условно говоря, есть минимум две вещи, в которые я бы инвестировал и свои бы деньги на развитие ваших продуктов. это Мишка и, так скажем, сервис выбора вина. И сервис выбора вина мне еще понравился тем, что безотносительно того, работает он на самом деле или нет, было объяснение алгоритма сбора данных, было объяснение алгоритма как бы выбора предпочтений. И это для меня очень ценно, потому что на самом деле все, чем занимается промышленная разработка программных каких-то комплексов, это мы очень часто используем готовые библиотеки, мы очень часто используем свои наработки предыдущих лет, там, компания МЛО 18 лет, у нас очень много кода, который мы стараемся переиспользовать. Но вот в вашем периоде жизни на самом деле ценно сделать плохенькую, но свою реализацию чего-либо. То есть да, понятно, я прекрасно понимаю, что выпускник вуза, он, конечно, в реализации библиотеки не сможет конкурировать с тем, что мы используем в нашем продакшене, но то, что знаний достаточно для того, чтобы сделать хотя бы какую-то реализацию, это очень хорошо. И вот я Оле сказал, что мы в дальнейших наших защитах будем оценивать реализацию собственную алгоритмических моментов, во-первых, и во-вторых, наверное, мы будем как-то иначе подходить к тому, как вы выбираете идею. Все дело в том, что мы все живем в неком мире внешнем, да, и технологии, которые вокруг нас, они тоже развиваются. вот я когда 16 лет назад пришел работать в компанию Мэнру, был совершенно другой уровень интернета и тех продуктов, которые в этом интернете были, да, то есть вот, мы делали почтовую систему, это было очень круто, модно и молодежно, сегодня этим никого не удивить. Ребята, которые выбрали VR, которые сделали VR-игру, они поняли, что на самом деле за VR-м будущее и поэтому они тоже вот в тройке лидеров, хотя, ну, реализация там, на мой взгляд, была не очень сложная, но еще раз, нужно знать алгоритмы, уметь их реализовывать и нужно уметь чувствовать, в чем будет бизнес завтрашнего дня, потому что это обеспечит ваше благосостояние, вас и вашей команды. Спасибо. Чего-то пропустил ту часть, которая хорошая, Владимир хотел сказать. Я вот продолжу. Владимир? Да. Я в прошлый раз, ну, полгода назад, на прошлой защите, я более-менее шутя предлагал одной из команд не дать диплома и, в общем, чувствовал, что, ну, я, конечно, предлагаю своего пессимизма, но я не прав. А сегодня я вот в дополненном серьезе предлагал, я считаю, что мы один диплом точно зря даем и еще некоторой вот с такой натяжкой. и, ну, понятно, что раньше вода была зеленее, деревья выше, но все и где-то хуже становится. Ну, давайте что-нибудь интереснее. То есть, Влад, невозможно придумать какую-то новую гениальную идею с команды очка, ну, Facebook рождается раз в 10 лет. Но берите что-нибудь сложное, ну, не знаю, напишите какого-нибудь реально, ну, какой-нибудь робота, который будет обыгрывать реальный форекс на тестовых данных. Ну, это сложно написать, вот, но, наверное, можно за полгода там на старых исторических данных там еще поделайте, чтобы компетентация красивее выглядела, но будет объем работы. А приложение, говорят, что-то ввел, что-то появилось на экране, что-то другое увидел, но, действительно, не очень сложно, не очень интересно. Вот, такие у меня были впечатления, ну, а Мишки молодцы, да. Ну, что хочу сказать. Мне было очень интересно, и, конечно, коллеги-эксперты с технической, технологической, с продуктовой точки зрения, конечно же, сказали, но, вот, мне кажется, что именно это и ценно, что они сказали свои замечания, потому что они к вам, уважаемые, они кислись абсолютно серьезно, и вам никаких поблажек никто не делал. Ой, студенты, первый проект, второй проект, ну, давайте скажем, какие они все молодцы, все хорошо. Я хочу сказать, что вот это как раз и была высшая похвала, то, что люди вас совершенно, вот они оценили вас как абсолютно первая, не знаю, сидит комитет, который оценивает инвестировать в этот сервис или не инвестировать, да, там есть люди с точки зрения рынка, с точки зрения технологий, с точки зрения команды, насколько она сильная и так далее. Вот это сегодняшнее жюри оценивало ровно так вас, как будто вы пришли на инвестиционный комитет. Поэтому я хочу вас еще раз поздравить, что вас воспринимали абсолютно серьезными проектами, оценивали абсолютно серьезно, и вы все прошли минимальный барьер, а кто-то стал даже лучшим. Поэтому еще раз давайте поаплодируем друг другу. Наконец-то я увидел железячки. Вот это было для меня все. И, собственно говоря, когда поставили на столы платки, собранные там, для меня было лично все понятно. Даже если в платках ничего не было внутри. Это было все, их хотя бы принесли и уже стали понимать, что они, в принципе, в жизни существуют. Не только технологии, которые можно показывать с помощью интернета, а есть еще и железочки, которые там реализуют. Поэтому мишки это мишки. Дальше, действительно, соглашусь, Ольга правильно сказала, оценивали действительно по-взрослому. И комментарии были действительно, я сейчас подумал, а не совсем, может мы пережимаем со взрослостью-то, да? Вот Ольга ходит. А с другой стороны, нет. Правильно делаем, вы преодолели сегодня ту гору, в которой вот вы видели, цель, вы... Да, что я хочу пожелать, вы сегодня преодолели ту гору, вот вы взобрались, вы защитились, вы молодцы, это та гора, когда кажется, вот я преодолею, и дальше будет счастье. Вот нифига подобного. А за этой горой будет следующая гора. Поэтому давайте преодолевайтесь, сегодня вы просто показали, что вы можете преодолевать эти горы. Молодцы, поздравляю. Передо мной, кроме вот Андрея Андрея Викторовича, все остальные выступали от бизнеса, да, и они вот вас оценили, действительно, как будто вы пришли и принесли им проект. А на самом-то деле, вы же учились, правильно? И вы показывали свои знания, как вы им овладели. Ну, по сути, вот как... Мы как преподаватели, мы каждый год слушаем дипломные проекты, выступления. И, конечно же, все выступили. Во-первых, выступили, вот я скажу, выступили очень хорошо. Мне вспоминается старый известный анекдот, как на военной кафере проходит там сдача экзамена. Подошел на 5, ответил на 2, отошел на 5, среднее 4. Значит, поэтому вот все как минимум 4 этого получили. Значит, вот за то, как вы выступали. В этом смысле вы молодцы. Вы научились, по сравнению с тем, как было действительно первая защита, вы научились представлять свои результаты, научились делать презентации. И, в общем, вопросов, по сути, было не так много. То есть было понятно, как вы что сделали и что у вас там реализовано. Ну, а то, что среди 10 проектов как минимум 3 вообще готовы уже инвестировать и на них зарабатывать деньги, ну, 30%, извините, среди стартапов, это вот круто, да. Это круто. Поэтому, действительно, вы молодцы. И то, что есть ребята, которые нашли интересные идеи и их реализовали, а у тех, которые оказались, ну, как-то подсмотрели, списали, ну, это обычная студенческая практика, так что ничего страшного. Потом, глядишь, когда-то и у вас что-то придет интересное, и вы ее реализуете. Главное, что вы умеете реализовывать. Это вы показали. Сегодня действительно было достаточно интересно наблюдать за проектами. То есть проекты, не сказать, что были уникальны, то есть действительно много проектов уже существует, прототипов. Вернее, скажем так, вы сделали по существующим деклам, так сказать, часть проекта. Но, тем не менее, было хорошо это все подано, то есть это стоит отметить. Ребята постарались, смогли красиво показать, рассказать. Даже, несмотря на то, что некоторые идеи, они достаточно слабо проработаны были сами по себе, но, тем не менее, подача была хорошая. С точки зрения самих набора идей, очень много идей, которые сегодня нам представляли, они имеют право на жизнь, и если их как следует доработать, то на этом можно строить действительно малый бизнес. и так далее. В принципе, это применимо. И это очень хорошо. Хорошо, что сейчас уже в это время вы об этом думаете и думаете о таких решениях. Нужно стараться подобные вещи утилировать, так сказать. Поэтому, спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы вложились, так сказать, сильными силами в эту работу. Это все не зря. Вы таким образом очень хорошо и быстро растете, идете вперед. Желаю, собственно, в связи с этим удачи. И большое спасибо за сегодняшний покаженный. Защиту, да. Новая идея. На самом деле, сегодня я впервые услышал примерно со стороны, на самом деле, первых наших выступающих, кто вас ругал и говорил мне хорошие вещи или там честные, правдивые вещи. Я услышал то, что я слышал на протяжении лет 15 уже как бы в вузах, когда каждый год после защиты дипломов приваты говорят, ну, все становится хуже. И так каждый год. Я так понимаю, когда я защищал, тоже говорили, что я был хуже, чем предыдущий. Мне кажется, что если, вот так вот, если смотреть на защиты, то есть, понятно, что действительно, большая часть защиты, они были, вот так, более-менее средние. То есть, мы взяли какие-то известные вам компоненты, собрали их вместе, но результат получился вполне, ну, так, в общем, люди сейчас и клепают программу освещения. Другое дело, что где-то вы не прикладывали критического мышления, зачем вы это делаете? Или, как бы, вы взяли эту систему, ставили, ее, а что с ней дальше, то есть, хороша она или там, плоха, то есть, вот этого, чего-то не было. Но, допустим, если нам нужна, как бы, такой параметр, как инвестиционность, то, наверное, нужно его просто ставить в критерии оценки, потому что там такого, например, не было. Если бы он был, может быть, там результаты несколько бы там поменялись. Или какие-то еще вещи, допустим, сколько денег там Володя Габрилян туда хочет там вложить, и поэтому мы бы там оценили качество. Вот, с другой стороны, создали вполне профессиональные работы, и это очень хорошо, то есть, я вас с этим поздравляю, желаю счастья. Смотрите, мне кажется, что сегодняшний день как раз и показывает ровно тот факт, что то партнерство, которое у нас есть, академическое системное образование в УЗИ и практическое прикладное образование на проекте очень хорошо работает. И то, что люди, все члены жюри начали говорить о том, что как ваши проекты с точки зрения бизнеса, привлекательности и так далее, они его оценивали, это как раз говорит о том, что проекты действительно получились в бизнес. Потому что, если бы они были абсолютно учебного характера, все говорили, ну, хорошо, молодцы, научились. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что, похоже, наше партнерство действительно очень хорошо работает, и вы сразу получаете не только теоретический опыт, как программировать, как использовать библиотеки, но и действительно практический опыт, и вы фактически уже готовы к тому, чтобы вступать и на работу и делать реальные проекты, и, собственно, многие из вас уже эти реальные проекты под заказчика и делают. Поэтому я считаю, что это очень большой успех, и огромное спасибо вам за усилия, за ваши идеи, за вашу энергию, потому что, ну, правда, мы все отметили, что получили большое удовольствие, наблюдая за вами. Спасибо вам огромное, и спасибо всем коллегам, кто организовал, преподавал, и, в общем, все у вас это вкладывало, конечно, за подготовку к выступлению, выступления были очень хорошего качества. Спасибо. Спасибо.